Ленинградской области привет! Хорошего отдыха! Так, смотрим, друзья мои, что происходит здесь у нас. Ленинградской области привет. Сейчас волнуется, увидите, почему-то когда подходит. Подходите более уверенно, будем рады вас всех видеть и желать вам всем хорошего отдыха. Мы сегодня устроим от первого проезда проход в сторону улицы Морской и пройдемся по ней, посмотрим, что там тоже есть интересно. Дошли до технической зоны, здесь вообще все свободно, люди садятся. На бананчик, чтобы прокатиться в морюшко подальше. Дюн, конечно, здесь практически нет, а те, которые есть, тут пытаются спрятать за забором. Это печально. Вот дальше там высоченная дюна, великолепная, раньше была более зеленая, сейчас поменьше. Есть катамараны в прокате, тоже, видите, на них такой специальный большой длинный выход в море. Есть довольные люди отдыхающие. Водичка почти 24 градуса сегодня, она прогревается. Здесь утром было 23. Дальше будет только теплее и жарче. Ветер у нас северный от берега, поэтому море чистое, прозрачное, но немножко прохладнее. Потому что до этого море было вообще 30 градусов и все тащились от этого. Ну, сейчас есть как есть. Не грустите, не расстраивайтесь. А наоборот, наслаждайтесь этими моментами. Я буду думать, что вам будет становиться от них только приятнее, приятнее, еще раз приятнее. Красота, ребята. Вот такие побережья в Анапе ходить и снимать. Это, наверное, лучшая реклама Анапа. Потому что зачастую просмотров набирают больше водорослей, когда все плохо. Когда вот так вот все хорошо, люди отдыхают. Счастье, радость, веселье, смех. Эти видео никто не смотрит. Поэтому мы используем какие-нибудь дикие названия. Там, ай, шок, смотрите. Там, мужика засосало в море. Девчонка там или еще. Короче, ну, просто решим название, чтобы вы смотрели и получали удовольствие. Глазами и душой вот от таких моментов на видео. Все хорошо, в пляжах места есть. Мы подходим к улице морской, а там вообще просто что творится. Сколько народу. Там дальше все и три пляжа. Я так понимаю, что не все после завтрака вышли на море. Ну да, время то самое. И там просто муравейник. А раньше эти пляжи были одни из самых свободных. Но, в большом сожалению, успели радости строить огромное количество новых строений. Ух ты, что я нашел. Вот это, да. Вот это художники здесь работают. Строят красоту. Мальчик, подвинься, пожалуйста. Можно я сниму? Спасибо. Солнечко. Как красота. И надпись Анапа. Невероятно красиво. Обновляется постоянно. Приезжайте к Новонаку. В Джимоте возле улицы морской посмотреть, какой фантастический замок. Мы завершаем, так сказать, наш доход с вами до берега моря. Выход, куда происходит по улице морской. Через уральские самоцветы. И все будем сворачивать влево. Здесь по инфраструктуре есть полностью все. Желтые флаги. Купание разрешено. Ну, единственное, я прошу вас, не используйте вот такие вот надувательные предметы. Иначе может быть печаль и грусть. Людей, кстати, стало очень много на этих пляжах. Дай бог, чтобы так и было. Водичка. Я уже отлучил температуру воздуха 33. Места на пляже имеют. Все, ребята взяли в прокат катамараны и поехали кататься. Но мы с морем прощаемся и двигаемся непосредственно к Пионерскому проспекту. Пляжики мы посмотрели. Надеюсь, что вам тоже зашел нас в видеосюжет. Тем более, качество 4К формат. Если видео у вас поддержит ваше устройство, либо телевизор, его обязательно выбирайте. Ищите хороший интернет и смотрите, наслаждайтесь. Все будет видно прямо до деталей. Здесь у нас происходят массажные процедуры. Вот они сами лежачки. Тоже места особо нету. Красота. Здесь сказали мне, что 200 рублей дали за лежак. Мусорки стоят для тех, кто перекуривает места. Косички, бар. С права бар. Там есть слева батуты. Детские есть переодевалки. Сайм-проструктура нужная для доступа на пляже практически присутствует. Потому что для меня еще очень было бы классно видеть туалет и душ централизованное. Это было невероятно. До самой улицы Морской здесь проложен такой настил. То есть нету бугров, ничего. Как многие любят. Я бы через дюна ходил, как здесь раньше было очень много лет. Подряд. Кстати, очень красиво видеть, что вывоз продукции производится при помощи тачек, а не машин, заезжающих на пляс. Ребята очень молодцы. Пляж Акватория. Пляж Морей называется. Сверху такая зона отдыха у людей, которые, как я понимаю, сюда приходят. Карма, кафе-бар, фаерфуд. И мы вышли на саму улицу. Здесь частный сектор. С левой, с правой стороны гостиницы разные частные. То есть больших комплексов, по-моему, нет. Если не ошибаюсь, люди приезжают именно в такие условия, прям рядышком. Киш-миш-то типа 200, киш-миш по 150 ценники на виноград. Кофе с собой есть. Завтрак, обед, дружина. Сейчас перекусить. Это Билла Котальпа. Раньше, помню, тут стоял частный домик. Его снесли и построили вот эту красоту на берегу моря. Тут, допустим, тоже булочки какие-то продавали уже. Не работает в этом сезоне. Красота, как она есть. Мои друзья, морепродукты. Что в этом баре предлагают. Ангал пока не работает. Но, я так понимаю, здесь жарят шпажки. Одно из классных заведений. Вот с левой стороны у нас все-таки закрыто. Наверное, открывается попозже. Здесь чего только нет. От жары переливается камера. Рассказал про это заведение. Здесь пробовал еду. Их очень вкусно. Рыба и дым, черноморская кухня, кафе. Советую. Классная. С левой стороны со столовой бон аппетит. Очень тоже классное место. Тестировали еду. Советуем ее. И там, в принципе, у ребят ничего не должно портиться. Плохих отзывов мы не получаем. Это улица Виноградная. Влево-вправо пошла. И мы с вами поворачиваем туда. Аккуратным самоцветом. Здесь наши дорогие тоже подписчики торгуют фруктами и овощами. Ты здесь? Я думал, что нет. Думал, не приставать не буду уже. Ну, давай быстро тогда расскажем, что почем. Добрый день. Здрасте. По ценам, что почем это? Вот персик. Персик, это местные персики 150 рублей. Аблика цена, нектарин, это скрещенность 150 тоже. Яблика 80 у нас. Да, как сто тысяч? Картошка 50 рублей, крымская лук это 160, обычные 50. Круча, нектарин 160. Помидоры есть по 100 у нас и по 120. Да, разные. Огурцы 65 и 120. Отлично. Усопого раза винограда? Да, виноград, все местные винограды, свежие только что привезли. Весь виноград 200 рублей. Без косточки, они все киш-меш. Аккуратные дыни? Дына это 75 торпеда, колхозница наша местная 65. Аккуратный арбуз? Аккуратный арбуз 35. Отлично. Будет еще дешеветь арбуз или нет? Вот должен быть, должен быть, должен быть, должен быть. Дай его хорошему работе. Спасибо, спасибо большое. Кукуруза, самая главная кукуруза, да. Бандюэл, да, чисто сладкая. 60 рублей. Скоро акция будет 3 за 150. Чуть-чуть осталось. Скоро летом кончится, а чуть-чуть осталось. Очень приятные люди. Много лет общаемся, это классно. Когда можешь приходить к тем же точкам, с которых нету плохих отзывов. Меня это, по крайней мере, прям, ну, очень радует. Продают разнообразные вещи. Классные, интересные. Массажи. Слушайте, чего здесь только нет, ребята. Смотришь просто на этот лиц выбор. Огромнейший. Фулл хаус. Бар-кафе. День добрый. А ты что здесь подъедаешь? Я иди сюда. Доброе, доброе. Доброе. Как оно у тебя? Это новая точка или переехали с другой точки? Переехали. То есть теперь здесь. Я не когда-нибудь жалуюсь. Я не раз пожаловался и так пошел. Это топка. Виталий досад. Итак, еще раз по ценам, потому что у нас камера перекрылась, не записались. Вот давай отсюда начнем. Сыр 200 рублей. Люля, свина, говяжья, баранья, сельская 150-100 грамм. Курица 70 на косточке. И 100 рублей. Куришка. Редушки 80, шейка 100. Овощи все. Что грибы, что фаркошки. 70 рублей. Агустин и хорчок. Понял. Ну и хорошая вам работа. Был рад встрече. До свидания. Вам тоже. Спасибо большое. Так, ребятки, мы двигаемся дальше. Как приятно встречать людей тоже, с которыми очень много лет сотрудничаем. Снимали там гостиницу, столовую, шашлычку. И хорошие отзывы, добрые люди отрабатывают по полной. Здесь столовая находится с левой стороны. Там работал парень, который делал вкусную выпечку. Здесь продают разные предметы, сувенирчики, фрукты, овощи. То есть, ну, все, что только вам надо. Очень стал популярным этот проход к морю. Потому что улицы Ростовской сюда ходят. Большое количество людей также развиваются. Очень много строится гостиниц, домов. Пекарни с левой ставят кофе. Здесь есть, если что-то где-то ели, пили, обязательно пишите ваши отзывы. Потому что очень важно знать, что, как, где происходит. И что случается у нас здесь. Потому что я все охватить не могу. Ребята, вот по вашим отзывам можно составлять полную картину тех мест, куда сходить, что попробовать. И мы будем вам за это признательны и благодарны. Также присылайте свои видеосюжеты в Телегу. Потому что мы их опубликуем, и они становятся очень полезны. Сейчас общался с подписчиками. Говорю, вот там мои ездили там подписчики на комедии. Говорят, мы уже все видели. Спасибо, мы тоже там были, ехали в пробках, но мы туда на машине ездили. То есть вот обо всем в Телеграме. Причем не только мой контент, а наш с вами общий. Пришло то время, когда именно о курорте рассказывает не только блогер, но и его подписчиков группа. Так что, друзья, мы вас всех там ждем. Мори Олс, Юрий Озаровский ВКонтакте, Юрий Озаровский Яндекс.День. Кстати, буду благодарен за подписку. Там, если получится раскрутиться, вроде бы как монетная политика улучшилась. И можно зарабатывать. Пытаться, по крайней мере, зарабатывать. Пока у меня там ни о чем, но я считаю других ребят. То есть говорят, что стало получше. Будем пробовать. Перестроимся после лета. Посмотрим, может вообще с Ютуба идем именно на Дзен. Если там будет прям все хорошо. С правой стороны парк аттракционов. И мы дошли до Пионерского проспекта. Сейчас рискнем, проверим, на месте ли американец. И заодно в это видео заснимем проход возле места, так сказать, развлечения джемоте. Дорогу мы перешли. Аккуратно, чтобы было все. И смотрим, друзья мои. Женская одежда. Разные специи. Вкусняшки. Есть и это классно. Ну, я так понимаю, что кофе нас не ждет. Американец еще спит. Работает он вот здесь. А жаль, как говорится. Время-то уже 10.36. Ну, до познания сидят. То есть пытаются по вечерям зарабатывать. Мы пробовали здесь пафли. И кофечка пил тоже вкусно. Кин камень здесь находится у ребят. Тоже очень хорошее место. Мы, когда не работали витязи, вот часто к ним заходили. Пили, пили. Там был невероятно вкусный, классный атмосфер. Сейчас вроде бы тоже хорошие отзывы отсюда. Но сам не был. Не могу сказать. Если вы отдыхали, присылайте описание. Это Джумате. Начинается именно то место, где находится большое количество заведений. Питейных, развлекательных. Здесь собираются все для того, чтобы коротать ночи. Ну, и так можно просто прийти покушать. И обязательно, как говорится, напиваться для этого. Это сказка. С этой стороны аптека. Так вот, кстати, по ценам в аптеке. Я вчера столкнулся у нас в этой пятерочке. Видите, ценники ровно в два раза выше, чем на другие места. Будьте бдительны, аккуратны, ребятки. Просто когда больной, они особо никуда идти не ходят. И в первую попавшуюся идешь, и они тебя на этом ловят. Я вчера откупил вместо 600 рублей, дал 1200 за векарство. Я цены не знал, но маму, когда я пришел домой, озвучил. Глаза вылезли прям из орбит. Она посмотрела цены в соседней аптеке. Благо, сейчас работает интернет, и наши уже даже родители умеют им пользоваться. И немножечко удивилась. Дошли мы до места, где находится Клим. Прошли сейчас уже несколько столовых. Я их не комментировал, ребятки. Смотрите своими глазами. Я все показываю. Как говорится, просто веду обзорчик. Сегодня мы получили отзыв о возгласном доме Клима. Он у нас есть на обзоре. Если что, пишите, как вам, если вы там отдыхали. Это кафе Клим. Здесь танцы происходят. И следующая в Амбра будет кафе. Также вот сейчас работает столовая. Людей. Десять утра, в принципе, я думаю, нормальная. Также мужички жарят шашлычки. Делают ровную пиццу. Где-то все здесь именно и происходит. И стена. Кофе. Здесь раздевуха и кофеечек продается. И вот у нас в этом году был на клуб Лабра. Обзор. У них здесь есть веранда. На улице можно посидеть. Ну и внутри. Вот какая классная атмосфера. Нам, честно, понравилась. Здесь, если вы здесь были уже, тоже пишите свои отзывы. Доходим до светофорума. Здесь в правой стороне у нас находится пятерочка. Туда дальше магниты. То есть все магазины центровые, которые постоянно спрашивают, находятся на пересечении Первого проезда и Пионерского проспекта. Тут есть газоны, которые высадили цветы, посадили деревья. Такие гигури не хватает непосредственно, кроме вот этой вот торговли, которую убирают и заново ставят лавочек и тех самых мусорок. Хотелось бы, чтобы их было побольше. Потому что прогуливались по джемоте, я не встретил сегодня ни одной мусорки. От слова совсем их нет. Хотя вот вру, возле магнита там какая-то стоит. Я думаю, что подходит потихонечку к завершению наш сегодняшний репортаж про эти места. Думаю, что места великолепные. Места вам понравились. Либо вы здесь приезжали. Если вы смотрели это видео, то я думаю, какая-то все-таки тяга именно к знаниям от джемоте у вас присутствует. Для вас вел экскурсию Юрий Азаровский. Спасибо всем, кто поддерживает канал Донатами. По номеру телефона 898-8333-7887. Можем заправлять машинку, заправлять живот, покупать себе что-нибудь интересное, веселое для вас и развлекать вас в постоянном. От души буду благодарен. И также спасибо всем, кто поддерживает через нас наших дорогих солдат. От души тоже, ребят. Спасибо вам большое. Всем мирного неба, прекрасного, яркого солнца и теплого морюшка. А здесь мы можем увидеть, с вами есть еще вот такое вот заведение. Тут разные развлекательные учреждения. И дошли до самолета Гуваева. Туда дальше находился детский лагерь Гуваева. Работает сейчас он или нет, я не знаю. Если знаете, пишите потом в комментариях. Всех люблю, целую, крепко обнимаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok